Память на помойку. Жители Сызрани обнаружили портреты ветеранов Великой Отечественной на свалке. Находки показали местным властям, активисты ЛДПР информацию обнародовали, и факт подтвердился на фотографиях героя Советского Союза. Сейчас ведутся поиски родственников ветеранов, некоторые уже вышли на связь, а вот кто посмел так с историей, еще предстоит выяснить. Впрочем, тут скорее моральный аспект, и все же обидно. Екатерина Алексеева о тех, кто все-таки не забыт. Публикация в местной газете шокировала. 15 портретов героев Советского Союза, жители Сызрани, нашли среди мусора. На этой фотографии Юрий Федотов сразу узнал своего отца. Глава семейства всегда и во всем был примером. Спокойный, мужественный и до фанатизма любящий родину. Отучился в разведшколе и сразу на фронт. Не исполнилось и 18-ти. В год начала войны ему было 17 лет. Но он, как все молодые патриоты, стремился на фронт. Ему отказывали, не брали, но он вот попал, умудрился. В Саратской области, я же не помню сейчас какой город, была мобилизация молодежи. Он туда приехал, немножко прибавил, что ему 18, он был крепкий, крепкого телосложения. И попросился в развед войска. А спустя 70 лет фотография Василия Николаевича и еще 14 солдат-победителей оказались совсем не там, где должны находиться портреты героев. К нам в приемную обратилась женщина и сообщила о том, что найдены портреты, которые она назвала портреты ветеранов. И на следующий день она принесла нам их в приемную. Мы, конечно, удивились качеству изготовления портретов. Это ментал-керамика. По сообщениям, они были найдены на свалке в поселке Западной. Эти портреты. Неизвестно, как они там оказались. В ситуации сейчас разбираются местные власти и депутаты городской думы. В год 70-летия Великой Победы поступок неизвестных пока людей кажется еще более кощунственным. Портреты уже передали в администрацию Сызрани. В ближайшее время фотографии разместят на мемориальной доске. Екатерина Алексеева, Александр Дудко. Новости губернии.